18 тысяч рублей вместо привычных шести. Такую платёжку по комослугам за март получила мама Надежда Першина, инвалид-колясочник. Заплатить больше обычного жители дома на Курчатова-18 были готовы, поскольку знали, что в этом месяце управляющая компания проведёт перерасчёт за общедомовые нужды. Но то, что итоговая сумма в платёжках увеличится в два, а то и в три раза, для них стало неприятным сюрпризом. Мы стали разбираться со всеми жителями дома, почему нам насчитали такие платежи. У нас был перерасход горячей воды и отопление. Примерно по отоплению мы истратили 2000 кубометров горячей воды. То есть у нас здесь три бассейна дельфина, только горячей воды, без учёта холодной. По холодной претензий нет, по электричеству даже наоборот, сминусовали, скорректировали. Куда могло уйти 2000 кубометров воды – один из первых вопросов, который жители дома задали директору центра ЖКХ Николаю Шестопалову. Ответ – кто-то из соседей потребляет воду в обход счётчиков, возможно, использует специальные магнитные счётчики, либо установил в квартире тёплые полы. Участники общедомового собрания пришли к выводу, что готовы показать представителям управляющей компании свои квартиры, чтобы те сами проверили состояние счётчиков. Мы готовы им предоставить, если мы говорим о том, что тёплые полы или магнитные на счётчиках, мы все жители дома готовы предоставить допуск в квартиры, чтобы они посмотрели, провели оценку от того, что есть ли там магнитные пломбы на счётчиках, есть ли у нас эти горячие полы и так далее. То есть, мы считаем, что просто это неправомерно. С сентября тепло в этом доме считают по одной восьмой норматива, пояснили представители управляющей компании. Это около 128 тысяч с дома за месяц. С декабря сумма выросла до 140 тысяч рублей. Расчёты по нормативам объяснили тем, что в доме не установлен счётчик на отопление. Позднее жители выяснили, что счётчик установлен и опломбирован, но в эксплуатацию до начала отопления его почему-то не ввели. Но в любом случае по счётчику мы платили меньше. То есть, это нарушение наших прав, как жильцов дома, потому что управляющая компания не выполнила свои прямые обязательства, потому что они обязаны следить за общедомовыми приборами учёта, так как мы ежемесячно платим за содержание жилья, которым и относится в принципе прибор учёта. Вопросы возникли и к методу перерасчёта горячей воды. За январь дом использовал горячую воду в общей сложности на 500 тысяч рублей. Прийти к общему мнению на второй встрече не удалось, как и выстроить диалог. Жильцы дома уверены, что их обсчитали, в то время как управляющая компания утверждает, что перерасчёт провели согласно требованиям законодательства. По цифрам, естественно, у людей возникли сомнения. Мы пытаемся их как-то урегулировать, пытаемся как-то людям объяснить, представляем показания приборов учёта и, соответственно, все остальные необходимые цифры. Но на сегодняшний момент пока, насколько я понимаю, вопрос у жителей не решён. Работаем, общаемся. Ответы на волнующие вопросы жители дома на Курчатова, 18, получили в письменной форме. Теперь они планируют подключать к проблеме перерасчёта юриста и обращаться в вышестоящие инстанции. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.